Практическая психология Вот специалист по запуску речи, вообще, как пришла к этой профессии? Почему она сейчас тебя вдохновляет и является прям таким ключевым моментом твоей личности? Я вижу, как много сейчас деток, которые нуждаются именно в помощи логопеда. К сожалению, сейчас детей нормы становится меньше, а деток с речевыми нарушениями всё больше. А речь у нас очень связана с мышлением. И я считаю, что это у нас такая прям миссия очень важная. Важная, да. Потому что мы растим в будущую нацию, и от нас зависит, какими будут наши детки. Да, это действительно, и какими потом они будут взрослыми. Потому что мы понимаем с тобой как специалисты, что ребёнок, у которого есть проблемы с развитием речи, это прежде всего ещё и ребёнок, у которого будут проблемы потом в процессе обучения. Да, однозначно. Но очень многие родители, особенно те родители, у которых это первый ребёнок, мы сталкиваемся с чем? С тем, что опыта нет и не с чем сравнить. И вот это состояние, что ну да ладно, все развиваются, и это тоже разовьётся. Часто такое мы слышим. Поэтому давай вот прямо сейчас, как опять-таки мы, конечно, будем рассказывать и о своём личном опыте с тобой как мамы, да, но всегда нужно отталкиваться от определённых норм. Давай прямо нашим слушателям расскажем, у кого сейчас есть дети или у кого будут дети, что есть определённые нормы речевого развития по возрасту, да? Да, абсолютно верно. Я сейчас прям чётко оглашу их. С года до полутора лет это 5-20 слов, таких простых, как «мама», «папа», «дай», «на» и так далее. Таких понятных, коротеньких, да? Которые мы часто используем в обиходной речи. В два года это 200-250 слов. У ребёнка появляется простая фраза, вроде «мама», «на», «папа», «дай». У ребёнка что-то просит. Хочу, да, хочу. Любимое слово детей. В три года это 850 слов, появляются уже свистящие звуки «с», «с», «з», 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 и ребёнок изъясняется уже практически как взрослый предложениями, за исключением агроматизмов, замен звуков, например, шипящие «ш», «ж», он заменяет на эти же «с», «з». Ну, потому что они более сложные, да, «ш», «ж», и поэтому получается, что как-то сейчас надо ещё привыкнуть, чтобы речевой аппарат научился произносить эти звуки. И попозже они появятся уже в 4 года. Я часто слышу на консультациях от родителей, что и неврологи отправляют родителей подождать, например, в 2,5 года, в 2 года, если малыш не говорит, они отправляют подождать 3 лет, пойдёт в садик, заговорит. Это неверная тактика. Согласна с тобой полностью и очень хочу, чтобы услышали нас те родители, особенно у кого это первые дети, да, я прямо хочу рассказать свою личную историю. Я её прожила со вторым сыном, когда я понимала, как специалист, что в год мой ребёнок не говорит вот тех простых вещей, которые там, там, биби, там, да, аф-аф, ещё что-то. Ну, такая автономная речь мы её когда называем, меня это беспокоило. Мне прямо все врачи говорили так, выдохните, мама, всё будет нормально, у каждого ребёнка свой темп развития. И я это, конечно, прекрасно понимала, но я уже понимала, что что-то происходит не то, зная, например, анамнез, что ребёнок родился с двойным обвитием пуповины. То есть вот тут надо принимать к сведению абсолютно всё, собирать, складывать вот эту картинку в пазлики, потому что вот это время, до трёх лет, в которое вас отправляют специалисты, другие, там, неврологи, врачи, терапевты, там, да, опедиатры, да, можно потерять, да, потому что что мы знаем? До года, возраст до года – это золотое время, как мы его называем, потому что дети в это время очень благодарные, мы производим коррекцию. Мозг их такой, да, прямо. Да, очень пластичный. Мы проводим коррекцию, и они нам отдают очень много. Да, результаты прямо видно, да, сразу становится. До трёх лет – это такое время серебряное, тоже детки очень много нам отдают, а уже после трёх, особенно после четырёх лет, уже сложнее, потому что все зоны в мозге, которые остаются свободными, например, для того, чтобы их заняла речевая функция, они уже заняты чем-то другим. Другими, например, навыками, да? Да, некуда подстроиться новым нейронным дорожкам. Поэтому не ждём до трёх лет. Ни в коем случае, если вы понимаете. А если вдруг не понимаете, вы считаете, что как бы, ну, вроде всё нормально, то у нас всегда есть специалисты, которым можно… Вот я, например, делаю так. Я раз в год привожу к логопеду и прошу, чтобы у меня провели диагностику, да, всех речевых функций моего ребёнка. И уже прямо сказали, скорректировали, каким образом мне надо сейчас, ну, там, например, двигаться, да, прямо маршрут прописываем и проговариваем прямо со специалистами. Да, я считаю, это вообще важно, включить логопеда в список обязательных специалистов диспансеризации. Да, действительно, потому что мы понимаем, что развитие речи – это, конечно же, ещё и развитие мышления. Чтобы не получилось, Катя, да, как чаще всего мы с чем сталкиваемся, ребёнок должен был быть клиентом у логопеда, а попал он только когда? В первом классе, когда вдруг появилась дисграфия или ещё какие-то проблемы, когда уже учитель бьёт в колокол, да? Итак, нормы речевого развития мы теперь знаем. Вот давай проговорим признаки вот этого неречевого благополучия тоже в каждом возрасте, как человек, взрослый родитель, может, или там бабушка-дедушка, да, иногда родители так заняты работой, что не замечают как растут дети, а бабушки и дедушки очень часто начинают бить тревогу по этому поводу. Таким образом, в три месяца у ребёнка появляются гуления. Это гласные звуки, он нараспев их, значит, вокализирует нараспев. В шесть месяцев это лепит, цепочка слогов. Та-та-та-та-та-та, ба-ба-ба-ба-ма-ма-ма-ма-ма. Такие милые, они в таком возрасте хорошие. Но если этого нету... Это уже звоночек. Это звоночек. Во-первых, нужно проверить слух у сурдолога. Это физический слух, слышит ли нас ребёнок. Но сейчас это, кстати, уже проверяют даже при рождении в родильных домах. Да. Но тем не менее, там, по-моему, какой-то тоже есть возрастной показатель, да? Да, ну, в шесть месяцев, может быть, и не нужно его вводить к сурдологу. Но если там в два года ребёнок не говорит фразу, если к году, полутора, годам нет вот этих вот 20 слов, 5-20 слов, то уже можно проводить вот эти базовые обследования у сурдолога. Дабы исключить патологию слуховую. Физического слуха, да. Потому что если ребёнок нас недослышивает, он не будет копировать, имитировать нашу речь. Хорошо, ещё какие есть вот такие прямо признаки речевого неблагополучия, на что нам стоит обратить внимание? Если мы, например, видим, что ребёнок хотя бы минимально недопонимает нашу речь, то есть неразвито понимание речи, тоже повод стоит обратиться к логопеду. Да, вот дело в том, что вот меня что-то, например, настораживало, да, когда я говорю что-то, обсуждая, например, там, да, с мужем, там, да, или, там, например, с мамой, а сын слушает и говорит, я не понял, о чём вы говорите, да. То есть как бы вот и мне приходилось как бы дополнительно объяснять. Я сначала себе думала, что, ну, как бы маленький словарный запас, понимаешь, да, как бы он не каждое слово знает, что обозначает, да, и поэтому вот как бы мы углублялись вот в эту ситуацию, но тоже сначала потом поняла, что я очень быстро говорю, и мы очень быстро говорим, и ребёнку не всегда бывает, он прямо просит, скажи помедленнее, и ему становится понятнее. То есть вот когда есть недоразвитие фономатического слуха, да, но это уже тоже, опять-таки, мы со специалистом определяли, да, то тогда, смотрите, если мы не помогаем ребёнку развить этот фономатический слух году, то диктанты — это всё, это гиблое дело, потому что на слух надо что сделать, услышать что там, а потом ещё и написать всё это. Да, фономатический слух — это более поздний возраст уже, но всё-таки это уже такая своеобразная идёт подготовка к школе уже с трёх лет. Я не говорю о том, что сесть за парту, начать писать там, руку вверх, но вот эта тренировка слуха, артикуляционного аппарата уже очень хороша была бы, да. Вот скажи мне, пожалуйста, вот смотри, мы обращаем внимание, сейчас говорим про возраст от года до пяти лет. До трёх примерно. Даже до трёх, да? А что там с трёх до пяти? С трёх до пяти, ну, естественно, если ребёнок с трёх до пяти не говорит, это уже там колокола звонят, что нужно обязательно к неврологу, даже к психиатру уже обращаться. Потому что мы вот часто видим, да, например, что это детки с аутическими какими-то расстройствами, да, то есть как бы дальше уже часто бывает так, психолог или логопед посылает к специалисту, да, потому что пришли, показали ребёнку. С речью пришли. С речью пришли, да, что проблемы с речью. А на самом деле там комплексное уже нарушение развития. Да. То есть речь-то у нас золотое сечение психики, это венец развития. Она на самой верхушке. Она тянет за собой и мышление. То есть они развиваются параллельно. Если не развивается речь, мышление тоже будет тормозиться. И в итоге, ну вот, Катя, ты же работаешь и с ребятами, у которых, например, уже диагноз какой-то стоит, да? Конечно, да. То есть как бы в любом случае, если нету диагноза, то дотягиваем до нормы, да? Если возможно, да. Если возможно. Если стоит диагноз, то есть целые комплексы, программы, да, которые помогают. Как правило, да, это комплексная работа. Работа логопедическая, дефектологическая, работа сенсорного тераписта. Ну, работа невролога, психиатра. И нейропсихолога, да, чаще всего, да. Потому что там тоже не каждый психолог с этим может справиться, да? Это такая узкая специальность, согласна с тобой. Ну что, давай попробуем разобраться с тобой, как отличить задержку речевого развития от более серьезных нарушений в развитии. То есть нас должно насторожить, что до года в 11 месяцев ребёнок, например, не отзывается на своё имя. В год он точно должен это делать. Если ребёнок не различает части тела. Например, вот мы два месяца учили, где у нас животик, потом месяц учили, где у нас спинка. То есть в норме такого быть не должно. Ребёнок уже в два года точно знает, где у него какая часть тела, на себе, на маме, на игрушке. Он не только показывает, да, но и может даже озвучить это, да? В идеале, да, конечно, в два года. Указательный жест должен присутствовать уже в году, год и два, это однозначно. Это давай мы прямо расскажем пальчиком, да, указательным пальчиком, например, там, даже, может быть, без слов пока ещё, да, или там, на, да. Это тоже про развитие мышления. Да, и не только в одном каком-то случае, то есть это три таких ситуации. То есть когда ребёнок что-то хочет, например, печенье, он показывает, я хочу. Например, он пытается с вами разделить какую-то эмоцию, вроде там летит самолёт, либо летит птичка, мама, посмотри. Да. И когда вы его спрашиваете, то есть как ответ на вопрос, покажи, где кошечка? Тут. Он показывает. Ага, пальчиком. Не только в одном каком-то, то есть это три ситуации должны быть в комплексе. Угу. И это про норму. Да. Хорошо. Ещё какие есть признаки? Ну, конечно, активная речь, мы смотрим на неё. Я уже говорила. Да, а вот, кстати, давай сейчас немножко там, да, отвлечёмся, есть у нас времечко. Вот про активная речь. У нас есть активный словарный запас у ребёнка и пассивный. Да. Вот некоторые родители даже не знают, о чём это. Ну, конечно, да. Вот можно сейчас нам с тобой, как бы, расскажи поподробнее, как ребёнок набирает активные слова? В начале ребёнок до года, да, он впитывает в себя всё как губка, вы с ним общаетесь, он познаёт активный мир через ладошки, через пальчики, через органы восприятия своего, то есть это уши, глазки. Он накапливает, вбирает в себя вот это всё. Опыт такой. Опыт. Это всё уходит в пассив, все слова уходят в пассив. Затем. Вот тут очень важно, да, Катя, что чтобы мамы с папой, бабушки, дедушки, те люди, которые окружали ребёнка, не были молчунами, да. Да, конечно, да. Поэтому трещим, рассказываем, не знаю, озвучиваем, делаем всё, чтобы... Ждём диалога, не только монолог, мы ждём ответа от ребёнка, то есть либо глазками, либо жестами, либо вокализациями он должен нам отвечать. Это важно. Отлично, да. Включаем в этот процесс ребёнка, а не сами заигрываемся, да. Затем ребёнок у нас развивается скачкообразно, и затем происходит у нас такой скачок, ребёнок начинает от нам всё выдавать, то, что мы в него вложили. Появляется активная речь, то есть пассивная речь – это уже понимание речи, всё, что он накопил. Активная речь – это то, что он говорит уже сам. Активный словарь очень сильно развивается при чтении. Правильно я понимаю, да. То есть как бы когда родители читают, ребёнок это слышит, понимает, это тоже сначала в пассив уходит, а потом это воспроизводится. Если просто у нас пассивные будут на уровне бытовом, да, то у нас активный словарь потом проседает. Ну вот смотри, как мы читаем. Мы, например, во-первых, надо грамотно подобрать материал, чтобы читать. Во-вторых, лучше, ну это как вид деятельности, да, вид активности с ребёнком, чтение. Лучше какие-то рифмовки, ритм. Ритм очень важен в этом возрасте. А ещё лучше мы берём игрушку и пойдём по квартире вместе с этой игрушкой, с куколкой. Ляля у нас будет гладить, там гладит утюг. Ляля будет у нас стучать в дверку, тук-тук-тук, вот таким образом в игре. В игре. Ну про игры мы ещё проговорим обязательно с тобой, да? Хорошо. Ещё какие есть у нас отличия? Выполняет ли ребёнок просьбы. То есть это не простые просьбы, вроде того, что вы поставили тарелку супа, ложку, говорите, бери ложку, ешь. Это понятно, да, что он просто догадается это сделать. А такие сложные инструкции, вроде как, принеси мамину шапку. Где же эта шапка-то ещё? Найти надо. Допустим, да. Да, и папины тапочки. Посади мишку в домик. То есть ребёнок уже может растеряться, да? То есть это будет признаком, что он недопонимает речь. То есть это же про понимание речи, опять же. Хорошо, поняла. Так, следующий. Ещё есть у нас такие вот прямо какие-то признаки? Мы будем смотреть, как ребёнок играет. Есть у нас четыре уровня развития игры. С ноля до года это манипуляция. То есть ребёнок нашёл мячик, облизал, покрутил, выкинул. Нашёл машинку, облизал, покрутил, выкинул. Это нормально. Попробуем на зуб. Да. Это до года это нормально. С года до двух это предметная игра. То есть ребёнок постучал молоточком, покатал машинку. Это тоже нормально. С двух до трёх появляется цепочка предметных действий. Ребёнок нашёл куколку, положил в кроватку, покачал. Взял её, покормил ложечкой. То есть это цепочка действий. И к четырём годам это сюжетно-ролевая игра. Продавец-покупатель, доктор-пациент и так далее. Отлично. То есть этого, если нет, нас тоже это должно насторожить. Да, потому что это такой диагностический критерий развития психики. Игра. Вот смотри. Часто, кстати, мы на консультациях слышим, ребёнок не умеет играть. Ребёнок просит, требует, чтобы в этот процесс были втянуты родители. Что в таком случае делать? Родители должны садиться и играть, и учить? Да, смотря какой возраст, да, нужно ребёнка учить, обучать игре, например. То есть, когда тебе говорят, Катя, знаете ли, вот нас никто не обучал играть, да, ну как бы, как нужно играть. Почему мы должны сейчас обучать своего ребёнка? Как вы отвечаете на эти родительские вопросы? Во-первых, раньше, было раньше, я, конечно, возвращаюсь к таким глобальным темам, как экология, во-первых. Раньше и меньше было речевых нарушений и комплексных вот этих нарушений развития. Если ребёнку это сейчас нужно, да, мы... Садимся и играем. Садимся и играем, да. Садимся и учим играть, да, потому что сейчас надо и учить, и дружить потом будет. Да, конечно. Совсем другое время. Учить общаться, да. Хорошо. Ещё есть какие-то различия? Ну, конечно, уровень физического развития. То есть, если ребёнок, например, у нас не умеет прыгать, боится бордюров каких-то, возвышенностей, тоже диагностический такой критерий, не умеет ездить на самокате, такой неловкий, некоординированный, тоже симптом. Да, велосипед обязательно нужно, чтобы появился сначала четырёхколёсный, потом трёхколёсный, да, и двухколёсный, потому что это тоже развитие сразу же многих-многих функций, да, мы об этом тоже проговорим. Хорошо. Давай проговорим у нас про профилактику речевых нарушений. То есть, что необходимо сделать современным родителям, чтобы этих нарушений не было? Я хотела бы затронуть такую тему, как причины вообще этих речевых нарушений для начала. Их четыре. Это органические причины, то есть это патология беременности и родов, да, внутриутробное развитие сюда же. Генетические нарушения, генетические заболевания. Социальные причины – это любые формы нарушения коммуникации с ребёнком. Ну, например, я говорю, да, у молчаливых родителей, да, которые сами-то друг с другом не разговаривают, чаще всего бывает задержка развития речи ребёнка, потому что он не видит, как вообще разговаривать-то надо, да. Да. Такие варианты мы тоже встречаем в практике. Да, либо гиперопека, то есть ребёнку просто незачем говорить, исчезает мотивация к речи. Из-за него всё уже сделали. Да. А каша-то у нас, да, всегда была с маслом и сахаром. Четвёртая причина – это как отдельная причина аутизм. Это комплексное нарушение развития. Кстати, с каждым годом растёт и растёт, да. Вот я даже смотрю по пациентам, по клиентам, очень много. Вот смотри, я слышала, что оно не растёт, просто диагностика стала лучше. Лучше гипердиагностика. Вполне возможно, согласна с тобой. Таким образом, чтобы профилактировать речевое нарушение, мамочка должна у нас беречься ещё до рождения ребёнка, отказаться от всех вредных привычек и во время беременности тоже. То есть я считаю, что никакого бокальчика красного вина, самого дорогого, тоже быть не должно. Всё влияет на растущий организм. И вот приходят родители на диагностику и говорят, ничем не болели, всё хорошо. ОРЗ было вот в 5 недель или беременности, или в 10 недель. Это всё равно сказано. Так или иначе сказано. После рождения малыша – это, конечно, забота о физическом и нервно-психическом здоровье. Предупреждаем ушибы, травмы головы, инфекции. До года особенно, да. Охрана органов слуха, что я говорила про сурдолога, а титы вот эти различные, если они множественные, тоже влияют на слух. И бережём органы артикуляции. Много двигательной активности. То есть ребёнок до 3 лет у нас развивается в движении. Бегаем, прыгаем, ползаем, плаваем, делаем всё, что угодно для того, чтобы ребёнок развивался физически, потому что это важно. Не надо с года его пичкать интеллектуальными какими-то методиками. Лучше вот карточки, вот эти английские, буковки, цифры – это всё не нужно. Вот эти символы ему совершенно непонятны, потому что мышление неабстрактное, далеко ещё. Да-да-да. Мы говорим с ребёнком эмоционально, интонировано, дожидаемся диалога, не монолога. Дальше много тактильного сенсорного опыта, вода, крупы, природные материалы, грязь, всё, что хочется. Всякие разные ткани, да, всё прямо на ощупь чувствуешь, да, это всё, с этим совсем играем. Да, хорошо. Всё правильно. И, значит, когда мы разговариваем с младенцем, лицо, например, должно быть, в общем, мозг активно реагирует на лицо человеческое, да, так заложено у нас генетикой. Лицо матери должно быть на расстоянии 40 сантиметров, она улыбается, имитирует диалог, интонирует, эмоционально общается. Вот таким образом. Отлично, хорошо. Ну что, так как у нас программа называется «Практическая психология», нам всегда очень важно от специалиста получить какие-то прямо практические рекомендации. Давай несколько примеров полезных игр по возрасту. Так, вот я подготовила прям до года даже ещё игры от 0 до 6 месяцев, это не валяшка. Мы кладём её в кроватку, ребёнок задевает её ножкой либо ручкой, таким образом формируется причинно-следственная связь, то есть движение, шум игрушки, движение, шум игрушки. Супер. Сюда же мы отправляем гелевые шарики, которые можно привязать к ручкам или к ножкам яркие. И бубенцы тоже завязывают на запястье, они звенят, тоже ребёнок всё понимает. И он начинает понимать, что он ручку поднял, да, что-то звенит, да, вот оказывается отчего. Шление развивается, да. Здорово. Так, лучше дарить игрушки с чёрно-белыми полосками, так зрение у нас воспринимает этот контраст лучше в этом возрасте. То есть, да, вот я читала, что и буковки, это тоже всегда, если кто-то вешает равно, да, то они должны быть чёрно-белыми, но лучше не вешать. Ну, буквы-то, конечно, обязательно, там 6 месяцев, как без них. Это был сарказм, я надеюсь, наши слушатели поняли. Мякиши различные, с различными наполнениями для насыщения тактильной сферы. Это вишнёвые косточки, гречка, на что хватит фантазии, песок, камешки. Это даёт чувство защищённости ребёнку, формирует доверие к этому миру, ну, и насыщает его. Так, то есть, это можно сделать вообще самим, мягонькие, да, подушечки, да, мы шьём, там, да, разные абсолютно формы это всё может быть. Главное, чтобы это всё ощущалось. Разные на ощупь, да. Комфортер – это игрушка вот с наполнителем, которую я только что назвала. Пирамидка. Да, самая любимая игрушка. Да, в пирамидке можно использовать даже мамину ручку, они надевают резиночку на мамину ручку, тоже это очень сложно в этом возрасте им. И такое упражнение с кубиком мягким сюда кладётся на середину груди, ребёнок лежит на спине, это помогает скоординировать работу рук, он обхватывает этот мякиш, эту игрушку, либо мы сами ему помогаем. Отлично. Хорошо, постарше ребёнок стал, во что можно поиграть? Откуда до двух можно развивать уже фономатический вот этот вот слух, то есть мы какую-то музыкальную открытку или музыкальную шкатулку берём, либо будильник, прячем где-то в комнате, ребёнок ищет на звук, прислушивается. Как тикает. Да, прислушивается. Потом вот эти, знаешь, коробочки мы наполняли то рисом, то там гвоздиками, то ещё что-то, да, и с закрытыми глазками, но это уже, правда, возраст больше после трёх лет. Музыкальные вот инструменты взять и картинки, позвенели колокольчиком, покажи, что это звено. То, что сразу же развитие фономатического слуха, да, и мышления. Да, и зрительного восприятия. Затем можно записать голоса родных на диктофон и дать послушать, кто это, и опять же стимулировать речевую активность. Диалог. Кто это сказал? Мама. А, это кто? Папа, баба, деда и так далее. С двух до трёх, значит, у нас выступает на первый план такие тоже игры, как пирамидка, пять колец уже побольше, матрёшка, примерно пятисоставная, да, пять деталей. Цветные кубики, деревянный конструктор, то есть мы не просто отдаём ребёнку поиграть, а с ним тоже, опять же, играем, даём ему образец, например, из трёх деталей. Так нужно, да? Да, сделай так же, построй такую же. Разрезные картинки для развития зрительного восприятия, мышления на три части, то есть это не пазлы, которые можно подобрать, да, а именно разрезные на ровные части картинки. И ребёнок должен сложить это в целую картинку? В целую картинку. Должен лежать образец перед ним обязательно. Я хотела сказать по поводу лего, пазлов и конструктора, ну, конструктора лего, что это игрушки с заданным способом действия, и они не развивают фантазию, воображение. Да, то есть воображение в игре, оно не развивается, и мы не можем оценить, как играет ребёнок по этим вот, по этим играм. Да, но, опять-таки, обращаясь к своему собственному опыту, когда ребёнок вдруг из абсолютно разных деталей начинает складывать не то, что было в схеме, и у него получается, да, это прокреативность. Ну, ты смотря в каком возрасте, да? Да, в каком возрасте, да, 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 конечно. Для маленьких эти игрушек. Это сложно. Не должны быть на постоянной основе. Набор сюжетных игрушек, игр, игрушек. Куклы, коляски, машинки, всевозможные. И наборы животных. Обязательно. Лучше в сенсорную коробку их туда. Хорошо, спасибо большое. В общем, надо играть с детьми. Обязательно. Да, причём вспоминайте, какими вы были детьми. Радуйтесь вместе этим процессом, ну, и, конечно же, развивайтесь, потому что дети к нам приходят. Для того, чтобы мы развивались, как родители. Да, это точно. Спасибо большое. Это была программа «Практическая психология». Сегодня у меня в гостях была Екатерина Астанин, логопед-специалист по запуску речи Коррекционно-логопедического центра Марии Черняк. Спасибо большое. Было очень интересно. И до новых встреч. Спасибо, Надежда. До свидания. Практическая психология.